Айстан Партанян, идите сюда, наш первый директор, первый, знаете, как вот, через трудности проходящий, добивающийся своего. Айстан, искренне за вас рада, у вас потрясающий наставник, по-другому просто быть не могло. И вот, знаете, я думаю, что если бы вы вернулись вот туда назад, к той самой девочке, которой говорили, вот как все сложно, вот правда было бы здорово так далее сказать, не переживай, все будет хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо. А еще чуть раньше мы открыли офис в Спитальке. Я думала, второй офис в Спитальке. Зачем? Зачем нам второй офис в Спитальке? Так маленький городок. Ничего там не получится. И офис начал работать. И офис начал расти. Молодая девушка, которая родила ребенка, я думаю, ну не, там, без вариантов. А человек всему, всем обстоятельствам наперекор, должна сейчас стоять на этой сцене. Садыни, кто был сам здесь? Преодолеть недоверие со стороны окружения. Родить ребенка. Жить в маленьком городке и стать директором. Это подвиг. Это действительно потрясающая история успеха. И последняя, знаете, история, она такая, что я видела по отчетам, что есть у нас такая Анжела Дальян, которая растет, развивается, мы не были знакомы лично. Но у нас в последнее время очень много конференций, но он появился, и я, ну, не запущу девчонка лица памяти. Я же рассказывала, как мы с Хазмакова-Океаном пересеклись в магазин. Кто ты? Ирина Андропавловна. Спасибо за все. За что? Он сейчас скажет, я узнаю, за что спасибо, пойму, что это за женщина. За все. Ну, конечно, у меня на лице памяти обрадительное. И вот я Анжелу, я ее не знала. А потом у нас состоялось, поскольку Анжела закрыла новый статус, у нас состоялось интервью, и я открыла из себя просто удивительного человека. Уверенного в себе, общительного. И действительно, я тогда только поняла, а почему человек достиг статуса директора. Да потому что умение так разговаривать, и умение так себя нести, оно же ни к чему другому привести не могло. Человек скромный. Я не скажу, что человек пришел, знаете, как лев, у тебя там, чш-ш-ш, как-то, да, и вот он начал у нас стрелять. Нет. А вот именно вот эта внутренняя уверенность в себе и умение, знаете, говорить обо всем с такой какой-то теплотой, оно настолько завораживает. Анжел, вы где? Где? Но, Анжел, че? Браво! Действительно, браво! Вот, тихо, незаметно, но уверенно прийти к своему первому статусу. Анжел, че? Поздравляю! От всей души. Друзья, в этом году у нас три новых директоров. Они выбрали этот путь, понимаете? Никто никогда не говорил. Вот еще один момент хочу вам сказать. Знаете, иногда слышу, промотивируйте меня. Прям аж звучит неприлично, честное слово. Вы знаете, я вам один секрет расскажу. Делание мотивации. Мотивации не существует. Существует какое-то, знаете, приподнятое настроение. Когда вот вы выходите отсюда, да, да, я пожму, я директор, пойду остановиться. А потом приходите домой, остаетесь один на один с собой. И мотивация куда-то удаляется. А знаете, что спасет в этой ситуации? Дисциплина! Все! Все! Если вы будете проявлять дисциплину в любом вопросе, абсолютно в любом вопросе, решили зарабатывать на батах, написали, как это делаете, идете вперед, решили стать директором, решили, пришли к наставнику, расписали, идете вперед. Только дисциплина, только ежедневные действия, без мотивации, через не могу, через не хочу, пинками, под задом, под годом, под что угодно, старей, идете вперед. Дядюки, я же правильно говорю? Да, да. Я вас от всей души поздравляю. Давайте договоримся, в следующем году уже, как минимум, старше. Ну вот как минимум, пожалуйста. Но вы же показали, себе, всем, нам, окружающим, что вы способны? Вот, а что? А получается, что значит, следующий шаг, он же тоже с вами может быть, правда, и нету никаких оправданий, почему не сделала. Вот я очень хочу, чтобы на следующий год вы также со сцены рассказали нам. Я смогла этого добиться, потому что и рассказали с 8 лет. Договорились? Вам удачи, вы не расходитесь, вы стоите здесь. А я хочу сейчас пригласить на нашу сцену снова драгоценную команду. Друзья, поднимайтесь к нам на сцену. Бурные аплодисменты, структуры, приветки у своих наставников, вся драгоценная команда, где у нас сиделись. Участники лидерской конференции в Москве, поднимайтесь, пожалуйста, сюда. Спасибо вам, что приехали, классно выступили, показали себя достойно. Участники непридуманных историй, поднимайтесь к нам на сцену. Наш спикер, Лилия Тавальян, вас тоже встречает. Все победители рейтинга, директоров, пунктов выдачи, программы трой, трой. Конечно же, наши врачи. Ну, тут очень много повторяется, да, Валя? Друзья, друзья, для пустого, у нас все будет видно. Все-все выходим на эту сцену. Друзья, давайте, буря.